если вы видите слышите меня значит находится на прямом эфире нашего трассового бизнеса сообщества фитнес-эксперт где мы каждый день обсуждаем разные полезные для развития фитнес клубов и студии темы сегодня тем у нас такая достаточно серьезная с одной стороны конечно брена но с другой стороны конечно же все эти вещи которые мы будем обсуждать должен знать практически каждый клуб в котором есть бассейн тема действительно серьезная точно не режущим раз в год мы видим как встречаются фитнес клубах страны разные неприятные ситуации трагические ситуации конечно нужно избежать избежать и их наступление и безопасить том числе юридическим фитнес клуб от последствий хочу пригласить сегодняшнего эксперта давида смайлова так давид сейчас мы вас найдем так ну пока давид является в эфире что быстро произошло до добрый день так ну что поделитесь знаниями действительно как нам быть предотвратить первую такие ситуации как нам быть если такое в клубах произошло ну и конечно сейчас загружается презентация и видео тоже уже подгружена видео вы включите да насколько понимаю отлично всем добрый день давайте буквально минутку подождем пока другие участники подключатся и начнем поставьте пока плюсик в чат если меня слышно и видно отлично так отлично сегодня мы с вами поговорим о том как предотвратить утопление в бассейне и документально обезопасить фитнес клуб постараюсь дать максимально полезную информацию чтобы вы сразу могли ее применить на деле после нашего разговора конце эфира также дам вам список всех документов чтобы максимально обезопасить ваш фитнес клуб но сначала давайте я представлю меня зовут давид исмаилов я основатель компании пулс в россии мы обучаем тренеров бассейна спасение на воде и как предотвращать утопление разрабатываем полный пакет документов по оказанию первой помощи и безопасности фитнес клубов а также обучаем детей безопасности на воде также основатель компании интернашн сети тренинг эллси в сша который является лицензированным учебным центром американского красного креста на фотографии вы можете увидеть меня это мне здесь примерно 18 лет работал я в сша спасателем но давайте все по порядку после того как я работал спасателем я стал сертифицированным инструктором американского красного креста по спасению на воде и оказание первой помощи в этой всей теме я с 2014 года так как сам начинал с работы спасателем как на фото видов видно проходил соответствующее обучение много раз прыгал в воду за людьми оказывал помощь на суше при различных случаях и участвовал в реанимационных действиях к счастью без летального исхода мы также являемся единственным представителем эллисон сосед в россии это международная ассоциация по предотвращению утоплений в россии мы на данный момент сотрудничать с такими организациями как сеть фитнес-клубов world class love fitness в иваново ярославле new era fitness и другими давайте для начала мне интересно узнать а у вас фитнес-клубе проводят обучение по спасению на воде поставьте плюсик если да и минус если нет я имею ввиду именно спасение на воде они оказания первой помощи то есть это слегка разные вещи вот то есть вас обучают как доставать человека из воды как следить за водой и вы знаете такие техники как сканирование виду вижу плюсики вижу минусы так только показания помощи проходим до сегодня мы также поговорим про разницу между оказание первой помощи и спасение на воде и почему это вообще очень важно особенно фитнес-клубах окей так давайте начнем со снов у многих сложилось мнение что все умеют плавать потому что в бассейнах то есть у многих сложилось мнение что все умеют плавать поэтому в бассейнах не тонут вот давайте разберем почему все таки в бассейнах тонут и утонуть может даже олимпийский спортсмен от этого к к сожалению, никто не застрахован. Во-первых, многие дети не умеют плавать, и это распространенная причина утоплений. Также может быть, что ребенок учится плавать на данный момент, и у него вылетает досочка на глубине, и начинает он паниковать. А этого тренер не видит. Особенно это может происходить в групповых программах. Во-вторых, взрослые теряют... Да, вот Светлана пишет, что наоборот тонут, да, к сожалению, это так и есть. Вот. Во-вторых, взрослые теряют сознание в воде из-за множества причин. Например, это может быть перегрев в сауне. Очень часто происходит, когда задерживают дыхание под водой на длительное время, не справляются и теряют сознание из-за гипоксии, то есть нехватка кислорода в мозгу и в организме. Он мог, человек, перегрузиться в зале, мог обморок произойти в воде или даже приступ эпилепсии. И в-третьих, это остановка сердца по естественным причинам, по причинам болезни или тот же перегруз в зале. Как видите, никто от таких случаев не застрахован, так как многие нельзя упреугадать, и они случаются моментально. И также хочу развеять один миф. Все почему-то считают, что когда человек тонет, то он кричит и машет руками. На самом деле все наоборот, тонут тихо. И особенно если мы говорим про второй и третий пункт, там как бы просто потеря сознания, остановка сердца, это никак не услышать. И дежурные обычно либо с кем-то общаются, либо сидят в телефонах и думают, что если кто-то начнет тонуть, то они непримерно это услышат. Но, к сожалению, чаще всего происходит наоборот все. Возможно, вы подумали, что в вашем бассейне дети всегда под присмотром родителей. Давайте взглянем на статистику. В 46% случаев, когда дети тонули, родители думали, что их дети находятся на бортике бассейна, а не в воде. То есть родители не следили за своими детьми или перекладывали эту ответственность на других, то есть на дежурных, на тренеров и так далее. Из-за того, что за детьми не следят, 39% детей были найдены в состоянии клинической смерти спустя 5 минут нахождения в воде без присмотра. А это больше одной трети. И, к сожалению, один из 10 детей тонут прям под носом у взрослых, которые не видят и не понимают, что происходит. Вот именно по этим причинам дежурные должны следить за детьми, даже если они с родителями. То есть следить за бассейном, за бортиком бассейна и смотреть, что все безопасно и все делают все по правилам. Давайте посмотрим сейчас наглядный пример, как тонет ребенок. Буду комментировать по ситуации, чтобы вы понимали, что происходит. Вот смотрите, красный вот здесь ребенок, мышкой я вожу. Здесь получилась такая ситуация, что он потерял дно, то есть был пологий вход, он пошел, перед ним стоит мужчина с другим ребенком, и он, скорее всего, думает, что ребенок играет. Вот, проходит мимо. Также с левой стороны стоит мужчина, который занимается своими делами, и ребенок всеми способами пытается вернуться на то место, откуда он пришел. Из-за этого он делает перевороты, и ребенок не умеет плавать, то есть он делает все, что может. Мужчина, как видите, ушел. Женщина, которая сейчас рядом с ребенком, где фонтанчик, плывет, смотрит на него и просто отворачивается, думая, что опять же он играет. То есть люди не понимают и не видят, что такое тонущий человек или тонущий ребенок. У нас у видео сейчас, насколько я знаю, насколько я помню, прошло примерно минута 10, минута 15. Ребенок сейчас с одного стороны бассейна доплывает до бортика, хватается за бортик бассейна, и в этот момент вот эти доли секунды, которые у него были, он себя подтягивает, но не хватает сил, и он теряет сознание. То есть сейчас ребенок без сознания лежит уже, у него легкие наполнились водой, и также мужчина пришел и не видит. Вот многие в своих мыслях. Сейчас вы видите гипоксические судрыги, которые происходят после того, как ребенок потерял сознание, и на данный момент можно считать, что ребенок в состоянии клинической смерти. На данный момент это видео сейчас, половина видео только прошло. Если можно, модератор попросить перемотать примерно к концу, чтобы не смотреть, как ребенок... Ага, отлично. То есть у нас ребенок, спасибо, ребенок с левой стороны доплыл в состоянии поплавка до правой стороны. В это время вокруг него были дети, взрослые, бегали, играли. И только когда ребенок сейчас подплывет к женщине, она на него смотрит и думает, что он играет в поплавок. То есть у детей есть игра, когда они как поплавок висят и задерживают дыхание. Поэтому многие не видят, что ребенок тонет и без сознания. Только когда ребенок сейчас подплывет, ударится, она его поднимет, и он будет как вата. Как вы думаете, где была мама ребенка в этот момент? Она была в сауне и оставила ребенка одного на бортике бассейна. Если можно, возвратить, пожалуйста, на презентацию. Спасибо большое. Вот. К счастью, мальчик этого, этот выжил, потому что его успели реанимировать за 5 минут. То есть остановка сердца в воде при таком виде утопления, когда дети или взрослые не умеют плавать, у них не хватает сил, они захлебываются водой. Остановка сердца в этом случае происходит в среднем через 5-6 минут. Вот. Если бы был дежурный, и он был внимателен, то он бы заметил, что ребенок не поднимает голову. Как видели на этом видео, дежурного нет. То есть за детьми никто не смотрит, даже их собственные родители. Вот. Поэтому в каждом бассейне должен быть дежурный, который будет не просто сидеть на стуле, а действительно следить за водой, чтобы в новостях не было таких печальных историй. Это видео из Финляндии. В России очень много похожих видео, можете посмотреть сами в интернете. Я выбрал это видео, потому что здесь четко видны все этапы утопления. От паники до потери сознания, до гипоксических судорог и остановки сердца. Наверное, вы сейчас подумали, что ваши дежурные такого не допустят. Предлагаю вам вот такой лайфхак, чтобы проверить, насколько они реально готовы действовать и реально следят за водой. Посчитайте количество человек, прям можете заскринить вот этот слайд, чтобы не забыть, что надо сделать. Это очень интересная тема. Потом будет для размышлений вам, у вас в бассейне. Посчитайте количество человек в бассейне так, чтобы дежурный вас не видел. После этого вы подходите и спрашиваете у него, допустим, дежурного зовут Олег. Олег, сколько человек в воде? Сколько человек в бассейне? Олег должен вам сразу ответить, несмотря на бассейн. Если он ответил, но не досчитал, значит, он не следит за водой. А значит, клиент может быть уже на дне бассейна. Также может быть такая ситуация, что он начинает быстро считать и просто наобум говорит какую-то цифру. Это тоже неправильно. И, скорее всего, он ошибется. Вот. Если он не следил. У меня в свое время было в подчинении 40 спасателей в бассейне, и каждый мне мог ответить на этот вопрос правильно. В идеале в каждом бассейне должен быть спасатель, то есть отдельный сотрудник, который следит за бассейном. Но я понимаю, что фитнес-клубам это невыгодно. В штате держать отдельного спасателя. В таком случае тренеры должны выполнять эти обязанности. То есть это также важно. Безопасность вообще в целом очень важна для клиентов и вообще для репутации клуба. Да, хороший прием для проверки. Спасибо, Екатерина. Вот. Обязательно попробуйте себя в бассейне. Думаю, многое узнаете. Вот. Давайте продолжим. Я приверженец того, что многие утопления можно предотвратить. Меня этому учили. Это была основа вообще всей моей работы и остается моей миссией. И я пытаюсь обучить этому других. То есть зачем доводить до утопления, когда можно его предотвратить? Давайте представим с вами сейчас ситуацию. Вы дежурный, стоите на бортике бассейна. Видите, как ребенок один подходит к воде. В этот момент вы должны начать идти в его сторону. Сейчас давайте объясню. Если дежурный не пойдет в его сторону и ребенок прыгнет в воду и начнет захлебываться, как тот же пример в видео, то дежурный побежит и прыгнет за ним. А если сотрудник клуба побежал и тем более прыгнул в воду, то для всех клиентов это опасность. Что кто-то тонет и потом никто не будет говорить, что он спас ребенка. Все будут, скорее всего, говорить в том бассейне ребенок чуть не утонул. То есть говорят одно и то же, но по-разному это... Ну, разное мнение это имеет. И не мне вам, конечно же, рассказывают, как многие родители еще любят украсить свои рассказы, когда они разговаривают с другими. А если бы дежурный заранее пошел в сторону ребенка, то он бы просто протянул руку и спокойно достал бы ребенка из воды, как происходит чаще всего. В этом случае клиенты ничего бы не заметили, не было бы никакой паники, и все было бы прекрасно. Это один из примеров предотвращения утоплений. Еще один пример под пунктом номер два, это прописать в правилах бассейна, если у вас это еще не прописано, запрещается задерживать дыхание на длительное время под водой без уведомления сотрудников об этом. То есть для чего это нужно сделать? Есть многие люди, которые любят плавать под водой, либо они спортсмены, идут на какие-то рекорды, либо просто любители. И многие не уведомляют сотрудников бассейна, что они сейчас под водой будут плыть. Они идут на рекорд, у них остается там секунда, две секунды, еще один метр, и вот эта секунда и метр чаще всего становятся их последними, потому что они не умеют контролировать гипоксию. И если дежурные не видят на поверхности, что происходит, как они увидят, что под водой кто-то отключился и без сознания. То есть надо прописать, что если человек хочет заняться фридайвингом, либо задержкой дыхания на длительное время, то он уведомляет сотрудника об этом, который будет его страховкой. Что если вдруг что, они будут видеть, что его надо доставать. К сожалению, вот это тоже очень распространенная причина, и с этим надо на самом деле бороться, потому что клиенты не понимают все опасности, которые они доставляют небезопасные условия и клубу, и другим клиентам. Также, конечно, мы не должны забывать про потребительский терроризм. Давайте сейчас приведу пример. Ребенок ударился, мама сказала его, что не надо помогать, и они ушли домой. Документально это нигде не зафиксировано. Потом мама приходит в клуб и говорит, что никто не помог, то есть услуги были оказаны небезопасно, требует карту на год или угрожает пойти в суд какими-то судебными разбирательствами заниматься. В основном все пытаются урегулировать эту ситуацию на месте из-за того, что у них нет соответствующих документов, что влечет за собой лишние расходы, а суд это всегда репутационная составляющая, также, опять же, те же денежные расходы финансовые и другие проблемы. Многие мои клиенты раньше с этим сталкивались. И вообще, как этого всего избежать? Для таких случаев у вас должен быть документ, который называется «Отказ от оказания первой помощи». То есть, это документ, который вы приносите родителю либо взрослому, которому надо оказать первую помощь, если он отказывается. Он подписывает, что отказывается, и у вас зафиксировано, что вы предложили оказать первую помощь, но он сам отказался. И в любой момент этот документ можно будет достать, предоставить, и тогда вопросов к вам не будет. Вот. Сейчас будет на следующем слайде весь этот список документов, которые максимально обезопасить ваш фитнес-клуб. Прямо делайте скриншот. Документов их очень много, и про все я не успею рассказать. То есть, документация по правилам оказания первой помощи, там очень много подпунктов. Руководство по безопасности бассейна также. И сейчас мы затронем тему именно оптимизировать и добавить. То есть, договоры с членами клуба надо оптимизировать и добавить это доп. соглашение по оказанию первой помощи детям. Про эти документы. Эти документы создаются не только на бассейн, они затрагивают и групповые программы, и тренажерный зал, и любые другие секции вашего фитнес-клуба. То есть, эти документы подпись фитнес-клуб, ну, кроме руководства безопасности бассейна. Вот, потому что бассейн это, ну, считается самой опасной зоной всего фитнес-клуба. То есть, так, как можно заказать такой пакет документов? Вот, с правой стороны мой номер телефона, также в конце презентации оставлю свои контактные данные, если будут какие-то вопросы, можете мне написать, и детально это с вами мы обсудим уже лично. Вот, подготовьте, пожалуйста, попросите ваших юристов подготовить такой перечень документов, чтобы максимально обезопасить себя. Если будет нужна моя помощь, то обращайтесь, с радостью подскажу, помогу. Вот, давайте затронем сейчас оптимизацию договора с членами клуба. Там должно быть прописано, что клиент по своему желанию пользовался услугами, что он прошел обучающую, то есть стартовую тренировку в бассейне, в тренажерном зале и так далее, что он знает, как что использовать и все правила, что он согласен со всеми правилами клуба и будет их придерживаться. Все это должно быть прописано в договоре. И одна из самых важных бумажек, если мы говорим о детях, это как раз таки дополнительное соглашение на оказание первой помощи ребенку. То есть если родителя нет рядом, а с ребенком что-то произойдет, то у вас есть документ, который вам дает право оказывать первую помощь ребенку и вызвать скорую помощь при необходимости. Если это все будет прописано, то скорее всего, то есть я имею ввиду, если этого не будет прописано, то скорее всего будут проблемы с родителями. То есть вы заранее себя обезопасите, чтобы потом вам не говорили я не разрешал оказывать первую помощь. как вы не разрешали, если вот документ, который вами подписан, что вы даете разрешение, если вас нет, оказать первую помощь вашему ребенку. Очень действенная история, так что очень советую ее сделать. Сейчас время для вопросов. Презентация у меня достаточно такая быстрая, но думаю, дал много полезного, надеюсь на это. пишите ваши вопросы в чат, постараюсь максимально честно и быстро на них ответить. обучение по спасению рекомендую заказывать у профильных компаний, которые этим занимаются, то есть которые могут на самом деле вас не просто для галочки обучить, к сожалению, таких на рынке тоже очень много, которые просто приходят, обучают какими-то системами, которые больше действуют на открытой воде. То есть мы тоже обучаем спасению на воде, если вам интересно, то можете написать мне, в конце будут контакты мои и более детально обсудим. А так Екатеринбург. В Екатеринбурге. Я, к сожалению, не знаю, есть ли компания в Екатеринбурге, которая этим занимается, но мы сами выезжаем по всей России, СНГ и вообще по миру, то можем более детально это обсудить. Так, хотели бы пройти у вас обучение. У нас есть сеть клубов в Санкт-Петербурге. Хорошо обучает Upward. Upward. Игорь, спасибо. Так, Светлана. Да, напишите мне, Светлана, пожалуйста, позвоните, напишите мне на почту либо WhatsApp, Telegram. Вот здесь контактные данные я оставляю. Более детально обсудим. Игорь Васильев в Екатеринбурге хорошо обучает Upward. Не слышал об Upward, посмотрю. Тоже интересно их систему обучения тоже посмотреть. Вот, то есть, еще отвечу на вопрос Марии Евсеевой по поводу обучения. То есть, когда вы выбираете компанию, которая обучает, будет обучать ваших сотрудников спасение на воде, имею в виду, они должны не только спасение обучать, но и как предотвращать и учить разным техникам. То есть, сканирование на них обязательно должны быть манекены и взрослых, и детей, и младенцев и затрагивать весь спектр возрастов, потому что младенцев спасают по-другому, нежели взрослых и детей. То есть, там есть свои нюансы. Да, пожалуйста, Мария. Да, все верно. То есть, манекены это одно из самых таких важных моментов, потому что разговаривая с разными компаниями, у немногих есть младенцы манекены, и они не затрагивают тему именно детей. А это очень важно, если к вам детки в клуб входят. Добрый день, Екатерина. Разве когда в клуб не входит, почему надо согласовывать с родителями? В Питере выезжаете? Давайте сначала Екатерина отвечу на первый вопрос. Добрый день, разве в обязанности клуба не входит оказание до врачебной первой помощи? Почему нужно согласовывать с родителями? Входит все сотрудники должны быть обучены оказанию первой помощи, но если родитель отказывается от оказания первой помощи, то мы не можем ее оказать. То есть у нас должно быть документально прописано, где они документально отказались, чтобы потом к нам не было вопросов, почему мы не оказали первую помощь. И второй вопрос. В Питер выезжаете? У нас есть сеть по всей России. Да, в Питер выезжаем. Опять же говорю, вот контактные данные на слайде, запишите, заскриньте, позвоните, напишите, тоже с вами все детально обсудим. То есть любой человек может отказаться от оказания первой помощи, то есть вы не можете насильно ему оказывать первую помощь. Но если вы перестали ее оказывать, у вас как у учреждения должен быть документ, где вы отказались, чтобы потом к вам не было вопросов. а к сожалению некоторые люди пользуются именно этим, что документов нет, и потом пытаются на год, на полгода карту выиграть, либо какой-то моральный ущерб площадь и так далее. Так. Да, то есть также если вопросов дополнительных нет, звоните, проведем вам бесплатный аудит безопасности, расскажем, покажем, что вам надо дополнить, проверим ваши документы, вот, и надеемся, что, надеюсь я, что эта презентация вам о многом рассказала, помогла. Так, оборудование поставляете в клубы. Спасательные особенности вашего оборудования. Ну, оборудование, я думаю, Светлана знакома с моей деятельностью, так как у меня Инстаграм тоже я веду, вот, мы также, так как раз уже спросили, вопрос, создаем, поставляем спинальные щиты в клубы, то есть, это такое приспособление, чтобы безопасно и быстро достать человека из воды на бортик, чтобы не причинить дополнительный ущерб, также также используется как носилки, если вдруг скорая приедет, то чтобы человека не перекладывать, с пола не доставать на носилки и так далее, не травмировать, быстренько достались благодаря спинальному щиту, это вот такая большая в рост человека доска, можно сказать, которую можно иммобилизировать человека, если вдруг у него травма головы, шеи и позвоночника, и спокойненько ему оказать первую помощь. Делаем их под бренд клуба, то есть разных цветов, с логотипами и так далее, на сайте можете www.pulse.ru более детально с этим ознакомиться и поставляем спасательные трубы, это аналог спасательных кругов, но они используются для открытия дыхательных путей в воде, чтобы опять же оказание первой помощи была максимально быстро. спасательные трубы, это если кто смотрел фильм «Спасательный Малибу», вот примерно как уже по всей Америке, Австралии и странах Европы и УАЯ. Да, спасибо, вопросы если еще будут, то с радостью отвечу, здесь уже вопрос к модератору, насколько это все продолжать. вас не слышно мне. Давид, слышно, да, спасибо огромное за такую вводную историю, понятное дело, что у многих какие-то свои вопросы индивидуальные уже, по документам и по фактическому, как провести обучение сотрудников, поэтому можно к вам обращаться. Ну, что, коллеги, всем спасибо, презентация и запись будет выложена, Давид на связи, всегда с вами, я думаю, всем поможет и с учетом того, что помогают по всей стране. Ну, что, всем спасибо, начало такой небольшой нашей рабочей недели и завтра встретимся в 13 часов. Уже специальный, напоминаю, по четвергам у нас специальный онлайн для тренеров и инструкторов. Спасибо всем. Спасибо.